А на временно оккупированных территориях у россиян не все идет по плану. Ну да, как минимум Медуза об этом сообщает. В частности, по данным этого издания, Россия сейчас контролирует, внимание, 60,25% Донецкой области. И не то, чтобы эта цифра в последнее время каким-то сильным образом, радикальным образом изменилась. То есть, например, если сравнивать с тем, что происходило месяц назад, то тогда российские оккупационные войска контролировали порядка 59,7% территории Донецкой области. И вот в свете этих событий журналисты, ссылаясь на свои источники в Кремле, говорят о том, что в Российской Федерации пока не отказались от проведения референдума. Раньше это планировалось на 11 сентября. И в планы входило присоединение Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Теперь же планы поменялись. Насколько они изменились и в каком виде теперь Кремль видит проведение этих референдумов и какую территорию они рассматривают как, возможно, свое. Вот об этом мы поговорим дальше в нашем эфире. Марк Захарыч Фейгин, российский общественный и политический деятель, юрист, правозащитник, присоединяется к нашему эфиру. Марк Захарыч, здравствуйте. Рад приветствовать, здравствуйте. Здравствуйте. Марк Захарыч, помогите, пожалуйста, понять, зачем, тем более уже на данном этапе войны, Российской Федерации нужны эти псевдореферендумы, которые, по сути, кроме Российской Федерации больше никто и не признает. Ну, дело в том, что от идеи легализовать эти территории в рамках Российской Федерации, интегрировать их, присоединить, Москва не отказывается. Естественно, у этого есть та проблема, что вооруженные силы Украины также не отказываются от деоккупации Херсонщины и Запорожья. Поэтому это и является препятствием и размышлением со стороны российской власти, когда проводить формальный это референдум. Они уже рассказали о методологии, они собираются через интернет. Понятно было и так, что никакого референдума не будет, но теперь это как бы рассказан метод, как они будут фальсифицировать. То есть, реально ничего не будет, ни процедур, ни подсчета голосов, ничего из этого, что составляет подобного рода процедуры, и голосование, и все остальное. Но остается политическая проблема, она нерешенная. Она заключается в том, что нужно каким-то образом понять, не произойдет ли вот этого неожиданного эффекта, что вы референдум-то проводите, называете это все российской территорией, а на следующий день врываются войска в ОСУ и как бы освобождают эту территорию. Что с этим тогда делать? Понимаете, о чем речь? И поэтому это приводит к некоторым размышлениям, и российская власть очень осторожничает. Ее пугает то, что Украина более решительно взялась за обстрелы территорий в том же Крыму. И это явно нечто новое, такая ситуация новая для Москвы, поскольку раньше не было таких возможностей, видимо, которые предоставлены Западом в виде вооружения для Украины, ни, в общем, как думали в Кремле, не будет решимости обстреливать эту территорию. Ровно отсюда исходил Медведев, который писал о том, что будет судный день, если по Крыму начнутся удары. Но так ведь это же все влияет, вот эта новая ситуация, и на референдумы тоже. А что толку, если вы объявите проведение какого-то референдума, а война не прекратится? То есть, ни на кого это не произведет впечатление, понимаете? Поэтому, я думаю, что они в Кремле сейчас просто взяли паузу и думают, как им лучше поступить. Слушайте, ну если все эти референдумы и так пустышка, ну то есть, это ничего не означающее действие, то почему, что мешало им раньше объявить о том, что референдумы якобы состоялись, и это теперь территория Российской Федерации? Например, тогда могли это сделать, когда успехи российской армии еще, ну хоть как-то можно было представить российскому обществу? Понимаете как? Во-первых, они еще не отказались эту пустышку релизать, только одна проблема следующая. Вы вот, если не проводите референдумы, вы утрачиваете территорию, ну придумываете какой-то благородный предлог, пытаетесь конвертировать поражение в победу, там во внутреннем контуре, там у себя, для своих обывателей, попытаться хоть как-то аудитории это объяснить. А если вы проводите референдумы, объявляете это российской территорией, и все равно ее деоккупируют, и вы ее теряете, что это значит тогда, значит, как вы ее будете отбивать, вы что будете использовать, это ядерное оружие, что делать? То есть, они до конца не понимают, остается ли угроза существенной деоккупации в обозримый период этой территории со стороны ВСУ и его западных союзников при их помощи, при поставках вооружения. Если да, то тогда они будут размышлять, а стоит ли попадать в такую тяжелую ситуацию, как это объяснять вот на том самом внутреннем контуре своим гражданам Российской Федерации, как это они утратили территорию, которая уже объявлена Россией. И это создает напряжение, они не понимают, как им лучше поступить, поэтому им какая-то пауза нужна. Марк Захарат, скажите, пожалуйста, вот сам процесс референдума, зачем он нужен России, Кремлю? Ведь можно же и просто взять и присоединить. Вот сейчас, опять же, по данным «Медузы», референдумы все-таки должны состояться 11 сентября, но к России присоединят 60% территории Донецкой области. Если же войска позже смогут оккупировать оставшуюся территорию региона, то ее будут присоединять к России по умолчанию. То есть здесь у нас референдум, а здесь присоединять по умолчанию. То есть какая-то двойная стратегия или тройная путаница. Понимаете, что касается Донбасса, Луганска и Донецкой области, они же признали их независимость 22 февраля на Совете Безопасности, потом это было утверждено, соответственно, в Федеральном собрании Российской Федерации. То есть присоединять, через просто присоединять, ну как, все равно должны быть какие-то формальные стороны, соблюдены какие-то решения, реализованные через какие-то же процедуры. Без всего, ну как, они все равно выхолощенные процедуры, за ними ничего нет. Но исключать того, что формальную сторону они будут соблюдать, ну не стоит, они как бы хотя бы изобразят для того, чтобы у этого был хотя бы формальный предлог. Ну вот эти территории, проверили референдум, обратились о принятии их в состав России, Государственная Дума голосуется, это Федерация утверждает, президент Путин подписывает. Ну, то есть это формальный порядок, от которого они просто пока, во всяком случае, не видят смысла отступать. Ему ничего не препятствует этому порядку, потому что референдумов нет, ну формальная процедура необходима. Что касается Донбасса, ну вы знаете, тут варианты могут меняться до последнего. Что называется до последнего. И вот что касается территории, которую они контролируют на Донбассе, это Донецк и Луганск области, ну пусть там Луганская практически вся, бывшая Луганская область, то есть которую они называют ЛНР, а Донецкая не вся, но там как бы проще. То есть там не надо ничего выдумывать, там значит у них есть какие-то там псевдопарламенты или что там у них, как они называются. Те что-то предложат, мы хотим вступить и так далее. И здесь проще. А вот, понимаете, как бы Херсонская и Запорожская – это нечто новое. У них проблемы больше именно с югом. То есть, не с востоком, а именно с этими территориями. Потому, что если те хотя бы, они формально по их конституциям, будучи независимыми самопроволошенными государствами, ну, как они их трактуют, могут эти решения принять, то что делать с Запорожьем и Херсоном, которые формально даже сейчас остаются, с их точки зрения, территории Украины. Несмотря на то, что она оккупирована, это территория Украины юридически. А вот с этим проблем больше. Что касается присоединения, если они сначала присоединят одну территорию, ну, это тоже техническая проблема. Если они оккупируют дальше всю Донецкую область, оставшиеся там, не знаю, Бахмут, Краматорск, Славянск и так далее, ну, так они проведут еще один такой же по интернету референдум. Что это меняет, понимаете? Я бы не сказал, что им понадобятся какие-то новые изобретать способы кроме тех, которые уже не использовали. Так что я здесь вот такой жесткой проблем-то не вижу. Марк Захарович, а есть ответ на вопрос, а что дальше? Ну, допустим, сейчас вариант рассматриваем худшего развития событий. То есть это новые временно оккупированные территории и проведение на этих территориях псевдореферендумов. То есть все аннексировали, присоединили или ввели в состав Российской Федерации. А дальше что? Ничего. А что должно быть дальше? Ну, вот вопрос именно в этом. Ну, то есть доказали российским гражданам о том, что могут это сделать. Война продолжается. Дальше что? Ну, ничего. Война продолжится. Она не может прекратиться, потому что никто не примет этого нового статус-кво. Я думаю, что это инструментальная вещь. То есть она необходима для того, чтобы показать самим этим россиянам, что какой-то есть зримый результат этой войны. Понимаете? А если его не показывать, тогда ради чего вы тогда воевали? Ну, вот что будет дальше, если, допустим, все-таки удастся деоккупировать ВСУ, там, Херсон? Вот это загадка. Но это и для Москвы загадка. Они тоже еще пока не имеют решения, а как с этим быть? Пока их стратегия в том, чтобы заставить Киев посредством там всякого рода западных союзников, еще каких-то вещей, там, не знаю, шантажа нуклеарного, там вдруг взорвется атомная станция или что-нибудь в этом, чтобы Киев пошел на мирные переговоры и прекратил огонь. В то время, пока будет прекращение огня действовать, соглашение, вот они вот эти все процедуры и проведут. Скажут, ну что же, вот в этой обстановке граждане, которые находятся на оккупированных территориях, вы желали получить паспорта российские и присоединить эту территорию к Российской Федерации. Но пока этот план не реализовывается, поэтому здесь пока больше вопросов, чем ответ. Ну, то есть нужно рассматривать все заявления о переговорах на данный момент, как попытку провести референтум и сделать его в режиме, так называемой, тишины. А они не откажутся от присоединения территории. Вот так просто они не откажутся. Только в результате военного поражения может этого не произойти. А с чего отказываться? Может быть, какой-нибудь жест доброй воли? Ну, это тоже ведь следствие войны. Жест доброй воли не происходили, потому что у них добрая воля. Они происходили, потому что они понимали, что не вытянут. То есть если уход от Киева, это очень легко придумать, что они хотели тем самым что-то показать. Ничего не хотели показать. Они понимали, что просто еще месяц, еще два, и группировки не станет. Так лучше сохранить наличный состав. Они его просто перекинули на восток, и они приняли участие в боях там. Поэтому жест доброй воли – это тоже результат каких-то событий военного характера. А никак не того, что Москва хочет о чем-то договориться. Марк Захарович, упомянутый вами ядерный шантаж, ядерный терроризм, по вашим собственным наблюдениям, работает? Скажем так, на мой взгляд, не то чтобы он работает, а он создает на ровном месте проблему, которую можно, имитируя решение, извлекать какую-то выгоду. И Москва максимально это делает. Заводит вопрос в Союз безопасности, ООН, приглашает тут, представьте, МАГАТЭ. Ну, вот какая-то суета начинается, которая то ли приведет к давлению, это к переговорам в Стамбуле, в продолжении переговоров, которые считаются успешными по зерну, или не приведет. Но, во всяком случае, это хотя бы предлог какой-то. А если этого не будет, то и предлога нет. Понимаете? Поэтому, пока говорить о том, что это дало нужный Москве результат, я бы не стал. Но я бы и не исключил, что это все продолжится и на неопределенный срок. Потому что, благодаря этому, в общем, несложному действию, занятия Запорожской АЭС, сейчас снова диалоги, вон, видите, и с Гутиерышевым, и там президента Франции, вынужден звонить, и заявление делать со стороны Вашингтона. Ну, то есть, есть какая-то платформа для дальнейшего давления, для дальнейшего шантажа. А к чему это приведет, пока сложно сказать. Ну, вообще, авторы, которые работают в издании «Политика», предполагают, что преступные действия России, или даже террористические действия России, они в чем-то мешают признать Россию государственным спонсором терроризма. А как это связано, не понимаю. Ну, например, то есть, по сути дела, если признать сейчас Россию государственным спонсором терроризма, от этого может пострадать в значительной степени все остальное. Например, зерновая сделка, например, даже ядерные какие-то угрозы. Ну, да, имеется в виду, раз Вы нас уже признали террористами, то будем соответствовать Вашему определению. Я понял, логика такая. Ну, смотрите как, вообще для Москвы не нужно официально его атрибутирование для того, чтобы она не обманывала этих ожиданий и совершала что-то совершенно чудовищное. А можно было после Еленовки признать Россию стороной спонсором терроризма, когда они десятки военнопленных просто взяли и убили? Ну, я думаю, что вполне. Просто здесь уже тогда вопрос о потакании злу. То есть, если его умиротворять бесконечно, ну, так они дальше скажут, мы сейчас снова взорвем Запорожскую, если вы нам Киев не отдадите. Где здесь на этих весах эквивалент того, чтобы избежать угрозы и ее последствий, я имею в виду там взрыва энергоблока на Запорожской, и цена, заплаченная за него. А это какая должна быть цена? Суверенитет Украины? Суверенитет всего западного мира? Вообще Европы там и так далее. Мне кажется, с террористами нельзя вести диалог. С ними надо бороться. И признавать их такими публично, ни в коем случае не идя у них на поводу. Но это мое убеждение. Многие могут по-другому рассуждать. Пока самую решимую позицию британцы озвучивают, они как раз сказали, что если что-нибудь произойдет на атомной станции Запорожской, это, возможно, приведет к подключению всех стран НАТО. И пятая статья может быть задействована. Да, да, да. Уженитетовская декларация. Ну, я думаю, да. Если они взорвут энергоблок, то войска НАТО войдут, скорее всего, на территорию Украины, я думаю. Мы так понимаем, что Запорожская АЭС это будет удар не только по Украине, но и по большинству стран, и Россия пострадает в том числе. Поэтому больше рассматриваем это как шантаж. Правильно я понимаю? Ну, я думаю, что сейчас это именно шантаж. Потому что это обоюдоострые вещи, она может отразиться и на России тоже. Насколько готова к этому Кривовскому руководству, оно решает. Россия ничего не решает. Ну, сложно всегда судить, понимаете. Они раз за разом дают повод считать их безумными. Но другой вопрос, что с этим вообще шутить опасно. И поэтому шантаж тоже должен иметь свои пределы. Где эти пределы? А как на это ответишь? Никто в голову Путина же не залезет. Но я еще раз повторяю, Запад не будет терпеть, что над ним, над Восточной, ну, вообще над всей Европой пронесется ядерное облако и со всеми последствиями, которые Западу хорошо известны после Чернобыля, после 1986 года. Это не нечто новое такое, что а вдруг будет, а вдруг не будет. Известно, что будет. И никто не хочет этого повторения. Поэтому, естественно, если вдруг такое произойдет, то, по-моему, тут уже проблема такого масштаба, что ее будут решать уже все страны совместно, при все страны НАТО, они действительно, я думаю, войдут в войска. Марат Харькович, такой еще вопрос. Мы вот в последние дни говорим очень много о том, что хлопки, бавовна, что-то в Крыму происходит. Самовозгорание. Самовозгорание, да. Курильщика много развелось. Есть информация о том, что Аксенов покинул полуостров. Может быть, вы знаете что-то большее? Можете поделиться? Такие вещи невозможно узнать, потому что, понимаете как, вообще Аксенов наверняка ездит в Москву, ездит на какие-то мероприятия в Краснодар. То есть, он может покидать, возвращаться, ну, наверное, я скажу, он как чиновник принимает участие в каких-то совещаниях на территорию Крыма и вне его. Я думаю, что сам процесс вот этого стихийного отъезда оттуда туристов и, возможно, кого-то из местных, он может охватить как панический процесс и вообще кого-то из чиновников и так далее. Аксенов будет делать то, что ему скажут. Он не будет вот так просто брать и уезжать, если ему за это что-то будет из Москвы. Поэтому я думаю, что он мог вывести семью, там какие-то еще дела сделать, но думаю, что он, скорее всего, все-таки даже если отъехал, он вернется, он будет оставаться на должности, поскольку, ну, как бы цена высока за подобного рода дезертирство, я бы так сказал. А в контексте озвучиваемых Российской Федерации угроз, в частности, связанных с Крымом. Медведев опубликовал сначала твит, согласно которому, если что-нибудь на территории временно оккупированного Крыма произойдет, то судный день настанет для Украины. Но только вот произошло несколько самовозгораний, а вместо судного дня Медведев просто свой твит удалил. Не по-пацански, извините за жаргон. А что, он первый раз что-то удаляет? Помните, как он сказал, что его хакеры вскрыли, так сказать? Ну, повторяю, Медведев не серьезное лицо, то есть он ни за что не отвечает, все его угрозы, все его, так сказать, бравирование, оно ничего не стоит. Это знают как на Западе, так и в Кремле, так и в Украине, я думаю, догадываются. Поэтому другое дело, что он, конечно, озвучивает какие-то там настроения, потому что он крутится, ходит там между одним и между другими. Но в реальности в сути проблемы она следующая. Ответить нечем. Ответить можно ядерным ударом тактическим, но это невозможно, а он исключен. Потому что будет ответ уже в сторону источника. Значит, обстреливать ракетами, ударить по центру принятия решения, а сейчас они что делают тогда? Они не стреляют, не обстреливают территорию Украины. Центр принятия решения это куда? На банковые ударить? Ну, тоже понятно, какой будет ответ. И он не понравится ни Медведеву, ни всем, кто в окружении Путина находится. Поэтому я просто думаю, что они путем вот это, знаете, таращить глаза, грозно ими вертеть и рассказывать какие-то страшные слова о судном дне, это вот все, что они могут. Потому что на самом деле как раз-таки и надо делать то, от чего они предостерегают. Нужно продолжать делать то, чтобы то, что происходит сейчас в Крыму, повлияло на их решение относительно войны в самой Украине. Они должны понять, что это не прекратится. А значит прекратить это можно путем только снялись и ушли. Ну и все, и война прекратилась. Ну, судя по всему, именно это сейчас и происходит. Я имею в виду какие-то изменения или новые самовозгорания на базах оккупантов. Будем следить за развитием событий. Марк Захарович, спасибо большое за участие в эфире. Спасибо большое. Все, что, всего доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»